друзья всем привет снова эзотерика и конспирология на канале злой эколог конечно же зрители моего канала прекрасно знают что никакой фантастики никакой конспирологии нет это все реальные вещи которые происходят в нашем мире и сегодня я вам расскажу с подачи секретного инсайдера о событиях которые казалось бы на первый взгляд между собой никак не связаны но если обладать достаточной информацией то можно связь между этими событиями найти не так давно я выпустил видео по поводу землетрясения на гаити о том что эту страну жестоко наказывают сейчас за их неповиновение и не поддержку мирового дурдома который сейчас происходит и также в этом видео я обещал что будет продолжение и вот как раз я это обещание выполняю и расскажу вам сначала о том чем знаменита вообще страна гаити есть такая статья на сайте bbc вуду куклы с иголками или радость жизни и дух кооперации религия вуду часто неверно понимаемая сторонними наблюдателями играет ключевую роль в восстановлении карибского государства после случившегося пять лет назад землетрясения рассказывает корреспондент bbc travel но здесь идет статья 15 года речь идет о разрушительном землетрясение 2010 года когда погибло там больше двух сот тысяч человек в этой статье корреспондент рассказывает о том как он оказался на гаити как он сначала очень сильно сторонился и боялся всяких вудуистских ритуалов но позже он проникся темой и нашел в этом культе вуду такое как в заглавии статьи дух кооперации то есть вот эта языческая культура буду она служит таким стержнем и стержнем объединительным для жителей этой страны и в принципе он делает вывод что не так страшен черт как его малю и то есть это традиционная для гаити религия которая помогает местным жителям просто жить своей стране по своим правилам и вот именно за это за такой своенравный дух этого народа они получают наказание и в частности последнее которое было землетрясение 14 августа она как мы предполагаем носит рукотворный характер и мало того это землетрясение явилась частью ритуала который был начат в египте ровно за сутки до землетрясения 14 августа этого года и если даже ну судя по кстати фотографиям вполне возможно что началось это действие 13 августа вечером и ночью она закончилась как раз уже наступило 14 число и вот как раз в этот момент и бабахнули по гаити а что произошло в египте 13 числа случилось из ряда вон выходящее событие совсем недавно я также освещал то как проходил провели парад такой символический провезли фараонов больше десятка их было сейчас точно не помню уже 12 мушка и другая цифра суть не в этом суть в том что 13 августа солнечная ладья хеопса пришла в движение впервые за 4600 лет инсайдер опубликовал у себя в канале видео которое называется тайна глобальных элит солнечная лодка фараона хуфу начала свое движение вы можете спросить так так фараона хуфу или фараона хеопса тут я вам дам небольшую историческую справочку хуфу также хнум хуфу древнеегипетский фараон правление которого датировано 6 династии древнего царства около 2580 года до нашей эры этот фараон также хорошо известен под эллинизированным именем хеопс согласно диодору сицилийскому и геродоту и менее известен под другим эллинизированным именем суфис или манифону редким вариантом имени хуфу является имя софе используемое иосифом флавием хуфу был вторым фараоном то есть хуфу это тот же хеопс просто хеопс его уже начали называть в другое время а при жизни он был знаменит именно хуфу и самая знаменитая самая большая пирамида хеопса в египте это по сути дела пирамида хуфу это статья с египтопедии ссылочку я на нее прикреплю в описании кому интересно сможете посмотреть поподробнее здесь приводится много информации о его родословной о времени его правления но что самое важное для нас для понимания этой ситуации это то что хуфу или хеопс был чрезвычайно злым правителем египта и отличался он также особой жестокостью которую он проявлял к рабам ну вот цитату я вам сейчас зачитаю из этого сайта в рамках этой истории хуфу характеризуется сложным для оценки образ с одной стороны прослеживается его безжалостность при принятии решений обезглавить осужденного чтобы испытать предполагаемые магические силы джеди с другой стороны хуфу изображается любознательным разумным и щедрым он принимает альтернативное предложение джеди не проводить над заключенным возмутительные эксперименты подтверждающие могущество чародея и впоследствии щедро награждает джеди противоречивое описание хуфу по сей день является предметом яростного спора между египтологами историками в частности такие ранние египтологи и историки как адольф эрман курт генрих сетт и вольф бен хелк расценивали образ хуфу как бессердечный и кощунственный они опираются на древнегреческие упоминания геродота и сицилийские традиции диодора которые с преувеличением негативно описывали личность хуфу игнорируя парадоксальный на их взгляд потому что позитивные традиции которые сами египтяне всегда передавали друг другу то есть здесь что мы видим над заключенным возмутительные эксперименты подтверждающий могущество чародея сейчас все больше и больше появляется слухов о различных магических ритуалах черных местах если можно так выразиться которые проводят обитатели кремля в частности получила распространение история о том что якобы там убили какую-то черную собаку для того чтобы совершить определенный ритуал то есть здесь мы прослеживаем некоторую связь ну это на уровне наших правителей российских на уровне правителей зарубежных также появлялась масса информации по поводу того как они обходятся там с детьми и так далее не хочу на этом сейчас подробно останавливаться а хочу обратить ваше внимание на тот режим с тряпками на лице который ввели по всему миру и сразу же некоторые аналитики конспирологические заявляли о том что все это делается для того чтобы рабам показать свое место и на диване вот этих тряпок на лице это как раз и такой символ поклонения хозяевам и вот когда весь мир отнесся к этому акту поклонения в большей части приняли этот ритуал то некоторым таким промежуточным завершением ритуала явилась как раз движение солнечной ладьи хеопса впервые за 4600 лет статья на сайте naked stands новый порт приписки 42 метрового судна большой египетский музей открытие которого запланировано на конец года солнечный ладья хеопса он же хуфу была найдена египетским археологом кемалем еще в 1954 году дальше историю удалось восстановить 42 метра на длину вот самый важный момент зачем же столь древнюю ценную находку понадобилось снимать с места и подвергать риску при перевозке официальный комментарий министерства туризма и древности египта таков то есть эта лодка она была рядом находилась пирамиды хеопса и и перевезли в музей при том перевозка это проходила на протяжении 10 часов так вот комментарии министра цель проекта транспортировки защитить и сохранить самый большой и древний органический артефакт из дерева в истории для будущих поколений для перевозки ладьи использовали специальный амортизирующий контейнер который закрепили на дистанционно управляемом автомобиле доставленном из бельгии утверждается что транспортное средство оснащено техническими средствами которые поглощают вибрации адаптируются к изменениям рельефа местности хотя путь проделанной ладьей составляет примерно 8 километров двигалась она по нему около 10 часов после прибытия археологи инженеры работающие над проектом убедились что путешествие не навредила кораблю и так сначала был проведен ритуал поклонения когда многие согласились с надеванием тряпок на лицо затем пришел в движение корабль самого жестокого фараона в истории египта по утверждением некоторых историков тот который к рабам относился очень жестоко и бесчеловечно но это как я не знаю рабы преклонились перед хозяином этот щелкнул кнутом над их головами и уже последствия этого щелчка как раз и были ровно на следующий день то есть продолжение вот этого ритуала перевозки ладьи фараона и закрепили этот ритуал как раз землетрясением в гаити где опять погибли люди которые как раз и проявили свое неподчинение то есть показали что будет с теми кто вот этому новому мировому порядку противиться вот так казалось бы ничем не связанные события которые происходят территориально и в разных странах это египет и гаити также еще и новые наслоения это по всему миру вот этот вот режим о котором я говорю и которые на первый взгляд не имеют ничего общего но как я сказал самом начале видео если внимательно присмотреться и обладать достаточной информацией то можно понять для чего все это делается и увидеть символизм происходящим вот такая информация дорогие друзья что думаете по этому поводу пишите в комментариях на днях я думаю уже завтра выйдет материал для спонсоров от секретного инсайдера был небольшой перерыв у нас связанный с блокировкой канала но сейчас мы будем восстанавливать позиции и регулярность выхода видео в том числе на этом пока все спасибо за просмотр всем пока